Продолжительная овация. Завершился показ картины «Ржавчина и кость». Третьи работы представлены в главном конкурсе Каннского кинофестиваля. По мнению критиков, можно говорить о триумфальном возвращении на круазет французского режиссёра Жака Адьяра, чей фильм «Пророк» в 2009-м получил здесь гран-при. Для исполнительницы главной женской роли, лауреата Оскара Марион Котияр, это первый каннский киноосмотр. Имя исполнителя главной мужской роли, бельгийца Матиаса Шенарца, рискует стать одним из открытий 65-го фестиваля. Как заявил Жак Адьяр, его фильм рассказывает о хрупкости отношений в современном мире, где у людей нет времени, чтобы остановиться и подумать о происходящем. В калейдоскопе событий теряется смысл существования. Его осознание приходит лишь тогда, когда человек сталкивается с трагедией, заставляющей по-новому взглянуть на себя, близких, окружающий мир. Жюри во главе с итальянским режиссером Нанни Маретти предстоит отсмотреть еще 19 конкурсных картин. Кому достанется золотая пальмовая ветвь, станет известно 27 мая. На Лазурном берегу Франции открылся юбилейный 65-й Каннский кинофестиваль. Вторым фильмом программы стала драма египтского режиссера Юсли Насролы «Поле битвы». В этой ленте речь идет о последствиях первых столкновений властей и протестующих на Каирской площади Тахрир. На пресс-конференции Юсли Насролы, в частности, сказал. Я снял этот фильм, потому что, на мой взгляд, Египет, египтян, еще не жили в условиях демократии. Сейчас они лишь делают первые шаги по пути реформ, во имя возвращения своего человеческого достоинства и во имя любви, потому что диктатор заставлял людей самих себя ненавидеть. Режиссер попытался разглядеть в бурных февральских событиях простых людей, которые находились по разные стороны баррикад, понять их резона и ошибки, надежды и разочарования. На Каннском фестивале вручили приз Шаппар – награду молодым талантам, актеру и актрисе года. На этот раз обладателями драгоценной кинопленки стали Шиэлем Вудли и Эзра Миллер. 20-летняя Вудли прославилась своей ролью в «Потомках», где она сыграла вместе с Джорджем Клоне. Эзра Миллер получил известность после роли в драме «Что-то не так с Кевином». Миллер уже бывал в Каннах в прошлом году, когда фильм участвовал в основной конкурсной программе. Шаппар награждает молодых талантов уже 12-й год. Ранее этого приза удостоились актрисы Марион Катияр и Даян Крюгер.